Непрерывное медицинское образование в нашей стране находится на этапе становления, но в научно-исследовательском институте онкологии имени Петрова это уже реальность. Команда института во главе с его директором Беляевым Алексеем Михайловичем шла к этому не один день. Сначала были созданы и отработаны программы мастер-классов по основным специальностям гинекологии, коллапрактологии и урологии. Затем в процесс обучения были внедрены занятия в симуляционном центре. Далее стало понятно, что полноценная подготовка специалистов невозможна без Ветлаба, так как алгоритм подготовки врачей основан на поэтапном обучении от теории к реальной хирургии. Сейчас все эти возможности работают для специалистов всей страны в рамках одной клиники. Перед нашим учреждением, таким как научно-исследовательский институт, стоит большая задача не только связанная с научными исследованиями, потому что мы учреждение науки прежде всего. Мы занимаемся еще и лечебной работой, но и очень большой сектор нашей деятельности – это образовательная деятельность. Чем больше уходишь в эту проблему, тем более ощущаешь того, что очень много нерешенных вопросов. Во-первых, конечно, действительно не хватает онкологов, особенно первичного звена, но больше удручает та проблема, что онкологи, которые есть, и в том числе на этапе третьего уровня, и в том числе в Санкт-Петербурге, мы имеем недостаточный уровень профессионализма. И задача стоит как для первичного этапа, до дипломного, так и после дипломного образования. Вот когда мы все просчитали, мы поняли, что когда вся система заработает, то дефицит медицинских работников, онкологов, первичного звена будет еще больше. То есть она появилась, система, но она еще не адаптирована к нашим условиям. Развивая образовательный процесс, мы все передовое подтягиваем. Ну, например, мы открыли симуляционные классы. Симуляционные классы по реанимации интенсивной терапии. Сейчас мы открыли симуляционные классы по эндохирургическим технологиям. И кроме симуляционных классов нужно как-то обучать молодых специалистов, и не только молодых переобучать или дообучать тех, кто работает современным технологиям, не только на симуляционных аппаратах, компьютерах, но и вживую. Для этого мы открываем Ветлаб. То есть практически мы ее открыли, и сейчас мы ее аннотируем. Молодые специалисты будут иметь возможность выполнять оперативное вмешательство на животных. Прежде всего, это малоинвазивное современное вмешательство, но и в перспективе мы можем там развивать оперативное вмешательство классическими открытыми способами, но с какими-то современными подходами. Команда научно-исследовательского института имени Петрова приглашает всех специалистов для прохождения обучения и повышения квалификации на основе современных европейских стандартов.